Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал. Меня зовут Анна Забарзина, я учитель английского языка, тренер учителей и собственница школы английского языка. Сегодня мы поговорим немножко об ошибках, об ошибках, которые делают не только наши студенты, но и сами учителя, которые я встречаю постоянно. Мне кажется, практически, наверное, там каждый второй учитель совершает эти ошибки даже на высоких уровнях. Это, в принципе, нормальное явление, да, то, что мы совершаем ошибки и делаем их в речи, так как невозможно знать все и невозможно спонтанной речи не делать ошибки, это абсолютная норма. Но, тем не менее, когда я вижу, что это постоянная ошибка и я встречаю ее практически у каждого, то, мне кажется, стоит их обсудить и посмотреть, насколько вы совершаете эти ошибки или нет. Смотрите это видео до конца, в конце, как всегда, будет подарок, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Вы таким образом меня мотивируете снимать для вас больше полезного контента. И начнем, наверное, с самой частой ошибки, которую я слышу и которую я особенно вижу в переписке с учителями, когда, например, мы общаемся по поводу интервью на английском языке, я имею в виду, да, собеседование для устройства на работу, и в целом коммуницируем с учителями на английском языке, я вижу, что частенько эта ошибка проскальзывает. И причем она встречается реально практически у каждого, не знаю почему, но это так. И это ошибка говорить I'm agree. Казалось бы, вроде простое предложение, все понятно, да, я согласен. Подлежащее и сказуемое I, то же самое, как мы говорим I go, I take, I do, да, и так далее, то есть обычное, настоящее present simple время. Но почему-то из agree вдруг делается прилагательное, да, и I'm говорят многие, и студенты, и учителя. Правильно будет, конечно же, I agree. Так что обратите внимание, совершаете ли вы эту ошибку. Следующая частая ошибка это использование слова repeat. Я вижу, что многие используют это слово, чтобы задать, допустим, студентам домашнее задание, повторить что-то к тесту, или в принципе что-то повторить. Repeat не имеет значения повторить, именно подготовиться и заново проштудировать, да, какие-то вопросы. Repeat это повторить за кем-то или за чем-то. Если я говорю, например, I agree, please repeat, вы повторяете I agree, и все. Если же вы хотите, чтобы ваши студенты повторили какие-то темы, либо у вас тема занятия это повторение, то это уже revision, да, это существительное revision и глагол revise, повторять. И глагол revise в целом везде используется, да, если мы смотрим в teacher's book и так далее. Но когда я преподавала русский как иностранный американцам, меня приучили использовать не revise, они не используют revise, они используют review как глагол, и мы постоянно использовали именно review. Я до сих пор говорю тоже review, если нужно что-то повторить просто, потому что осталась эта привычка, так как долгое время я использовала именно этот глагол, говоря о повторении тем. Но в целом, да, если мы говорим про британский вариант, то это revise, revise, revision. Еще одна очень частая ошибка, которая встречается и у учителей, и у студентов, особенно у тех, кто готовится к экзаменам, это использование глаголов tell и say. Например, когда я просматриваю уроки учителей, и мне нужно дать по ним обратную связь, я часто слышу, что учителя говорят say me, да, таким образом. Но say у нас не используется таким образом, мы говорим say to somebody, say to me, he said to him, и так далее. Tell me, после tell мы уже не используем to, а сразу говорим о том, кому мы что-то говорим. Так что помните об этой разнице. Say to somebody, tell somebody. Еще одна ошибка, которая встречается повсеместно, прям вот практически у каждого, это дословный перевод с русского на английский, как сказать что-то на английском или как это называется на английском. И учителя часто произносят how is it called или how to call it in English. Однако правильно будет сказать what do you call this in English? What's it called in English? Мы используем вопросительное слово what, а не how. Следующая ошибка больше касается младших школьников и дошкольников, где мы на каждом уроке каждый раз спрашиваем, какая сегодня погода. И важное замечание это то, что есть два вида вопросов. И я часто слышу от учителей what's the weather today? Но, к сожалению, это неправильный вариант спрашивать вопрос о том, какая сегодня погода. Мы можем спросить how is the weather, либо what's the weather like today? What's the weather like today? Или how is the weather? И никак их не мешаем между собой. Еще одна ошибка, частая, особенно, мне кажется, это касается школьных учителей, которые любят писать на доске classwork, хотя это тоже не очень понятно, что это за зверь такой этот classwork. И они же дают на дом home task. Такого слова просто не существует в английском языке. Homework, да, мы говорим homework, но никак не home task. Пожалуйста, избавьтесь от этого слова, это абсолютно неверно. Следующая ошибка, одна из самых распространенных, это когда мы готовимся к тестам, пишем тесты, готовимся к экзаменам, и учителя говорят variant. Variant не используется в таком значении, так же, как мы не говорим в вариантах ответов тоже variant. Мы можем сказать test one, test two, либо test A, test B, да, если мы говорим про разные варианты. И варианты ответов обычно мы можем назвать options, различные options, которые нам нужно выбрать. Ну и последняя ошибка на сегодня, это ошибка в произношении. Это слово, которое у нас, у всех, наверное, кто слушал в свое время The Eagles, осталось в голове. Но на самом деле ударение падает на второй слог, да. Hotel, не hotel. Это не так страшно, казалось бы, да, и, конечно же, мы все делаем ошибки в произношении, особенно в новых словах зачастую, если не проверяем, как они произносятся в онлайн-словарях, да, чем более, что есть разные варианты, это американский, британский и так далее. Но с hotel просто уже такая длинная история, что уже целое поколение выросло, говоря hotel, что хочется уже поставить точку здесь, и чтобы все, наконец-то, начали правильно говорить это слово. Какие ошибки вы замечаете в речи своих учеников, либо за собой, либо в речи других преподавателей, которые часто прям встречаются. Пишите в комментариях, будет интересно узнать. И если будет много интересных, похожих ошибок, то я сделаю еще отдельное видео по этим ошибкам. Ну а теперь к подарку. Так как у нас тема связана с, в принципе, уровнем английского языка, да, знанием английского языка, поэтому подарок будет связан с этой темой. И это тест, который вы можете пройти для того, чтобы определить свой уровень, либо уровень своих студентов. Он может быть более продолжительный, либо менее продолжительный, вы уже можете выбрать варианты. Для того, чтобы получить ссылки на тесты, которые вы можете пройти, подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылочки будут в описании. И пишите мне в личные сообщения фразу I agree, и я вам вышлю ссылки на тест. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Не забывайте подписываться на канал, а также подписывайтесь на наше сообщество учителей английского языка в Телеграме. Там можно тоже много чего интересного обсудить с учителями и узнать, как что произносится, не произносится, да, на английском языке. Ну а на этом все. Всем хорошего дня. Bye!